Всем привет, мой канал Криптофилы, меня зовут Коля и сегодня мы с вами проведем обзор одного интересного проекта Play2Earn. Давно у нас не было обзорчиков проектов на ранней стадии, я вот думаю время пришло. Давайте рассмотрим с вами проект Angelic. Вообще, почему он меня заинтересовал? Во-первых, это очень крутые инвесторы. То есть на ранних стадиях Seed и Private Angelic собрал 10 миллионов долларов от Animoki Brands, Pantera Capital, Solana Capital и Eury Relief. Это достаточно серьезные инвесторы, которые я бы отнес, но я думаю многие их относят, по уровню тир-1. То есть также еще в списке инвесторов есть OKEx Blockchain, Ventures и Mechanism. И также еще Morningstar. Вообще, с учетом наличия OKEx и допустим еще в Hyobi среди инвесторов, я думаю, что данный проект вообще претендует на прямой листинг сразу же на Hyobi либо на OKEx. И сразу же еще скажу, что досмотрите это видео до конца, потому что в конце я объявлю условия розыгрыша по локации в 100 долларов в данном проекте. Нам удалось получить в данном проекте Private Round и удалось проинвестировать в него небольшую сумму. И также я делюсь с вами этой небольшой локацией в виде символического розыгрыша. Условия все будут в конце видео. Ну что ж, давайте начнем с анализа. Вот сайт проекта. Тут мы видим просто быстренько описание игры. Давайте посмотрим на графику. Мне, честно говоря, данный проект немножко напомнил Сидус, потому что тоже такая космическая история. Там есть несколько планет, есть там одна планета такую другую, одна раса захватывает другую. Но в принципе что-то похожее на Сидус тоже космическое. Только тут больше персонажей похожих на людей. А в Сидусе там совсем уже от людского ничего по факту не осталось от героев. Тут есть видео, я вот смотрел его. Ну да, вот тут описывается то, что там это типа 2057 год, ой, 2507 год. То, что там весь мир, он доминирует с крупными корпорациями. Тут внезапно происходит некая татастрофа в мире. Да, и там глобальные различные силы из других планет захватывают людей. И вот появляются вот эти нео-люди. Да. И их называют, ну, как упавшие ангелы, то есть fallen angels. Ну, история такая просто, придумана такая история, вы можете ее захотите досмотреть до конца. График, в принципе, приятная, так что почитайте, если хотите. Ну, тут еще фотографии. Вот у вас будут вот такие персонажи, я так думаю. Да, вот тут уже что-то есть, какие-то спиншоты, может быть, из демки, бета. Вот еще. Ну, да, видите, тут оставили достаточно много такого людского, то есть тут в аватарах людей, но персонажей. Тут больше что-то человеческого, в отличие от Сидуса. Вот еще раз партнеры. Тут конкретно, я думаю, вот это вот ключевые партнеры, анимако, брендс, пантера и сауна венчурс. И я вот эти вот не знаю, что это за ребята, но вот этих вот, я думаю, все из нас знают, это все тир-один. А вот это уже более такие мелкие инвесторы. Вот, может, старый механизм, кейби, 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 кейби еще. Скорее же, у нас, может быть, вероятнее всего, у нас будет листинг на трех биржах, кейби, кейби и кейби. Да, я думаю, стартовая биржа будет гейт, потихоньку кейби не любит листить какие-то проекты, прям так много. Она листит потихоньку, и обычно это не та флагманская биржа, на которой все листится. Она любит смотреть на некую динамику, которая происходит после листинга, хотя бы на бирже уровня гейт либо мекс. Давайте уже перейдем с вами в флайдтеппе и посмотрим, что у них в флайдтеппе по текенамике. Вот то, что касается текенамике. Видим распределение, то есть всего у нас будет сапплай из 1 миллиарда, стартовые прайсы это 0,1. То есть сразу же мы понимаем, что у нас капитализация на старт будет порядка 100 миллионов. Это достаточно не маленькая, как и было с капитализацией. То есть обычно все проекты, ну большинство проектов имеются до 50 миллионов. Но если у проекта есть инвестор уровня тир-1, типа там Solano Ventures, Mechanism, Morningstar, для анимок бренд, то вероятнее всего 100 миллионов, это такая капитализация, возможно. Даже бывает 150, иногда и выше. Ну вот тут еще стартовый окап достаточно такая неплохая, то есть 4 миллиона 300 тысяч. Это немало. И вероятность того, что мы увидим какие-то космические иксы, типа x100, x200 сразу же, скорее всего нет. Но я думаю, это один из тех проектов, который, исходя из своих разлоков и также своей стартовой комплекции, может показать спокойные такие 5-10 иксов на листинге. Эти иксы удержать в этом диапазоне, кто-то сможет флипнуть в этом хорошем диапазоне, но иксы также сохранятся, то есть не будет какой-то жесткой указки, потому что наверняка инвесторы тир-1 позаботились, чтобы был хороший маркетмейтер, который цену удержит. Ну и плюс они сами, вероятно, будут держать токены, вряд ли инвесторы ранее особенно будут флипать. Вот у нас написано вестинги, мы заходим по условиям private round 2, у нас цена 0,85 тысячные доллара. Это получается, что мы на листинге уже будем в плюсе, получается на около 20%, потому что у нас есть некий апсайд к паблику, у нас будет 4 месяца клифф и потом линейный разлог в течение 20 месяцев. И 10% безусловно на ТГЕ, что радует, потому что даже там в наличии 5-6-7 иксов мы сможем отбить 50 или 70% суммы сразу же на первом разлоге. Посмотрим, что у нас на паблике. На паблике 25%, тоже очень хорошо, я думаю, вот эти ребята быстро выводят в плюс, но сумма тут будет маленькая для инвестирования. И вот раунды 7,5 и 5% и у Сида, да, у Сида 5%. Хороший клифф у Сида, конечно, можно было вообще сделать полностью клифф, вообще 0% на ТГЕ, но это было бы немножко нечестно. Да, очень хороший такой вестинг, достаточно приятный, думаю, для всех раундов. И, ну вот тут еще написано про Treasury и Team Advisors, 2 года клифф, это тоже безумно радует, конечно, дальше разлог достаточно быстрый, каждый год по 33%, но все равно нормально. Тут еще предусмотрена, безусловно, по ревардам информация. Да, вот линейные дистрибуются в течение 6 лет. Тут идет описание их токена, у них вот будет токен Angleverse, вот с таким тикером. У них будет также еще DAW-механизм, внутри всей этой истории, наверное, в принципе, так же, как и все, он может быть организован. Интересно, что у них нет, а вот у них есть, вот, вот у них есть, по-моему, второй, да, какой-то EndCoin, вероятнее всего, а, вот это GameCurrency, вот то же самое, что есть там в Сидусе, есть токен Сидус, есть токен Сенат, Сенат он больше для governance, а Сидус больше в игре. Думаю, тут то же самое, вот это вот не EndCoin, он будет это как EndCurrency. Подробно, кстати, у них очень хороший white paper, 65 страниц, да, немногие так расписываются в white paper и так детально, со всем изображением, так что это радует, ребят действительно постарались, и всю возможную информацию 65 страниц, думаю, описали, и давайте сейчас посмотрим уже их дорожную карту, особенно как мы там опять еще находятся. Согласно дорожной карте, они вообще с 2016-го еще ранее прототипы делали, но в 2020-м уже вот у них Incorporation появилась, они начали уже что-то делать, именно, ну, я не знаю, 4 года сейчас по нашему логею, это тоже неплохо. Ну вот тут у них были всякие демо в марте, написано, да, первые вещи в марте 2021-го, вот у них в первом квартале 22-го они private и public round, и должны были уже сделать токен сейл и тге. Первый квартал уже закончился, думаю, они немножко задерживаются, я думаю, вроде это было связано с кондициями рынка, которые были в первом квартале, в начале первого квартала, и сейчас, я думаю, нуждут более подходящего момента, чтобы произвести тге и залиститься. Вероятнее всего они это сделают во втором квартале 22-го года, и я уже, на самом деле, очень хочу потестить и демку, они нам обещали, что, как ранним инвесторам, они нам дадут доступ к демо-версии. Вторая карта в целом достаточно неплохая, конечно же, хотелось бы больше деталей, у них вот этот вот демо-релиз в четвертом квартале 22-го, еще демо-релиз в 23-м, я думаю, уже в конце 23-го портал 2-й, будет полная версия, вот, global formation по комьюнити у них. Давайте глянем на Twitter. Тоже на них подписано в Twitter, но вот у них, на Twitter у них не так много подписчиков, вот у них на них подписан Trustpad, хотя вероятнее всего видео будет на Trustpad, Reblus Ancient 8, на них тоже подписано, это другой проект тоже, это по факту про доступность к финансам и к социальным всяким вещам, в мета-версии, проект связан с GameFi тоже хорошо, что есть подписка и Trustpad тоже подписан, IDEO скорее еще будет на Trustpad. Также у них, по-моему, они когда написали PgD, они сказали, что он обращается тоже к полку стартера для проведения IDEO. У ребят также открыты какие-то вакансии, если вам интересно, вы можете попробовать устроиться к ним на работу. У них вакансии прилично открыты, как у многих проектов. Да, вот их вакансии. Если хотите посмотреть, ну тут я думаю все связано с дизайном, программированием, может быть, гейми, геймдизайном тоже, да, и там инжинирингом, стоишь с точки зрения там блокчейн, состояние блокчейнов и так далее, вот техническая специальность, продукт менеджмент. Вакансии открытых много, думаю, ребята активно растут, поэтому если вам интересно и вы чувствуете в себе уверенность, то пробуйте безусловно. Что касается комьюнити, кроме твиттера, мы можем с вами глянуть еще телеграм, но в телеграме, по-моему, вот я смотрел, да, ну вот вы видите, у нас 128 тысяч подписчиков, думаю, часть из этих безусловно фейки, даже не отрицаю, что может быть из активных тут 1020-25, остальное это просто нагнанные боты. чата у них нету, по которому мы можем это все изменить, только по факту канал Соманса. И у них еще есть ссылочка на стим, посмотрим, что там. А, ну в стиме, смотрите, у них уже есть какая-то информация по продукту, тут есть видео. Выглядит интересно. Да, выглядит достаточно интересно, конечно, на графику думаю не поработают, но для стартовых историй это прикольно. Да, красиво. Думаю, вот как раз и будет заполняет дата выхода, кому можно закидывать это в желаемое и ждать, пока, например, пришли приглашение. Ну, смотрите, давайте подведем небольшой итог. Инвесторы у нас, еще раз скажу, очень крутые. Да, большинство из них это Тир-1. Есть продуманная, хорошая экономика. Безусловно, оценка высокая. У многих это реально может отпугнуть. Оценка на старте у них 100 миллионов, то есть стартовая размыта капитализация 100 миллионов. Выдержать такую капитализацию достаточно тяжело. То есть, что нам показал Солнчик, что у Солнчиков стартовая была капитализация там полмиллиарда, да, размытая. Солнчиков хватали в три раза как раз до капитализации 150-100 миллионов. То есть, вероятнее всего, Ангелик, он сможет продержать спокойно 100 миллионов свою капитализацию. То есть, не старай, серьезные. Солнчик принимал на борт всех подряд. Тут далеко не все подряд. Не всем дают аллокацию. Что я вам советую вообще сделать? Вы можете подписаться на их все сети социальные, Дискорд, Твиттер и также Телеграм. Следите за анонсами. У них регулярно проходят какие-то розыгрыши. Я помню, что они разыгрывали какие-то штуки. У них еще в Твиттере были ровно, что чуть ли не вайт-лист. То есть, они разыгрывали уже вайт-лист, у себя в Твиттере. И какие-то другие птуши. Что касается Дискорда, вы можете попасть тоже зайти в Дискорда и попытаться выбить роль. То есть, просто активничать и посмотреть, что нужно для попадания вайт-лист или хотя бы там вайт-лист для минт-нфт. Не именно вайт-лист для получения токена и для раннего инвестирования. Ну, или же, ребят, смотрите, может быть, участвовать в моем розыгрыше. Да, я вам очень советую это сделать, потому что конкуренция будет, я думаю, небольшая. И вы можете приинвестировать 100 долларов по цене Private Round с нашим вестиком через нас, приинвестировать в данный проект. Данную локацию я выделяю как раз для того, чтобы люди, даже которые не знают, что такое мультиаккаунтинг, смогли спокойно зайти в данный проект через нас. Мы из этого не возьмем никакую комиссию. Ничего мы за это брать не будем. Просто разыграем спокойно эту локацию в 100 долларов. Условия максимально простые. Вам нужно, во-первых, подписаться на Telegram, который будет указан в описании. В Telegram написать комментарий под постом с вашим ником в YouTube. В YouTube написать комментарий под данным видео, где вы укажете, ну, напишите какой-то отзыв о данном видео, то, что хотите вы инвестировать, не хотите в проект, понравилось вам или нет. Да, просто небольшое сообщение и ваш фидбэк по данному видео и также укажите в YouTube уже свой никнейм Telegram. И подведем итоги мы через неделю. Я публикую их в своем Telegram, поэтому оставайтесь подписаны на Telegram и следите за обновлениями там. Все. Всем спасибо за внимание. Всем профида. Удачи. Участвуйте в конкурсе. Спасибо.